Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать на наш четвертый день нашего марафона по повышению эффективности интернет-рекламы. Это четвертый и заключительный день нашего марафона, который будет посвящен аналитике. Все четыре дня марафона у нас записывались. Запись будет выложена в нашей соцсети, на наш канал на YouTube. Также вы получите эту запись вместе с презентациями всех спикеров по всем выступлениям на те контакты, которые вы оставляли при регистрации на этот вебинар. Если вдруг вы еще не в курсе, что за зверь такой E-Lama, вы еще не являетесь нашим клиентом, E-Lama – это платформа, которая упрощает работу с интернет-рекламой. Через E-Lama можно запускать, анализировать, оптимизировать и оплачивать рекламные компании в 18 различных рекламных системах и сервисах. На все это у вас будет один комплект закрывающих документов, то есть не нужно их отдельно собирать с Яндекс, Директ, СВК-рекламе. Через E-Lama можно работать с Телеграма, можно размещать рекламу блогеров, но это тоже будут все закрывающие документы. Можно размещать рекламу, можно работать с Авито, размещать рекламу на картах, радиорекламу и даже цифровая наружка в Е-Lama есть. Практически все востребованные на сегодняшний день форматы в Е-Lama доступны. При этом через Е-Lama можно работать по постоплате, то есть сначала запускать рекламу, получать от нее какой-то эффект и только потом ее оплачивать. Мы всячески стараемся упростить жизнь нашим клиентам в плане маркировки рекламы. Все, что маркируется автоматически, оно маркируется автоматически. То, что пока автоматически маркировать нельзя, можно в удобном инструменте создать токены и потом за эту рекламу отсчитаться в ОРД. Все эти инструменты доступны в Е-Lama. Кроме инструментов маркировки, мы предоставляем, как я уже сказал, доступ к разным инструментам по работе с интернет-рекламой и в целом интернет-маркетинге. Совсем несколько из них будут представлены сегодня. Всего инструментов уже почти 20 штук разных. Сегодня будет только три из них. И мы постоянно добавляем новые инструменты, поэтому если вы являетесь нашим клиентом, то заглядывайте в раздел с маркиплейсом внутри личного кабинета в Е-Lama. Если вы пока не клиент Е-Lama, то вот по ссылке, которую сейчас кинули в чат, можно будет посмотреть, что мы вообще предлагаем. Ну и бонус обязательный. Вы, наверное, если были на предыдущих днях нашего марафона, про него уже знаете. Это промокод Marathon2711. Используя промокод, введя его по секретной ссылке, которую вот сейчас скинули в чатик, можно получить дополнительные 5000 рублей при пополнении баланса в Е-Lama на 15000 рублей и больше. То есть все эти деньги пойдут на вашу рекламу, используя саму Е-Lama, как и всех инструментов, доступ к которому открывается вам через наш бесплатный маркиплейс. Всем этим можно пользоваться бесплатно. Речь идет про ваши рекламные бюджеты, деньги, которые вы можете потратить на рекламу. Обратите внимание, что этот промокод ограничен по времени, поэтому если для вас это предложение актуально, вы с Е-Lama еще не работали и не являетесь агентством или клиентом агентства, которое работает через Е-Lama, для них, к сожалению, этот промокод недействителен, то вы можете им воспользоваться и получить дополнительный бюджет на вашу рекламу. Пусть небольшой, но зато в любом случае это приятно. На этом моя вводная часть закончилась. Я вас призываю внимательно, не только внимательно слушать наших сегодняшних докладчиков, но и задавать им активные вопросы в чате. Вы, собственно, надеюсь, ради этого и пришли на прямой эфир, чтобы иметь возможность задавать свои вопросы, получить на них ответы прямо из первых рук от экспертов по тем инструментам, о которых пойдет речь. Всем, кто смотрит нас в записи, тоже привет. Можете задавать вопросы в комментариях под этим видео или в наших обсуждениях в нашем собственном ВКонтакте, или можете написать нам личку через месседжер ВКонтакте. Мы постараемся на все вопросы, связанные с Е-Lama, инструментами и рекламными системами, с которыми можно работать через Е-Lama. Мы постараемся на все эти вопросы ваши ответить. На этом все. Приглашаю первого нашего докладчика. Антон, привет. Я сегодня выступаю с темой, как оптимизировать рекламу на заявки и продажи из CRM. Но прежде чем начну, позвольте представиться. Меня зовут Ошкин Антон. Я сооснователь и директор по маркетингу Gromit Center. В интернет-маркетинге около 10 лет. До этого развивал свое маркетинговое агентство и делал проекты для таких компаний, как Альфа и Киви Банк, Высшей школы экономики, Крок и еще более сотни различных проектов, в которых мы настраивали рекламу, внедряли аналитику, делали рассылки и прочие вещи. Возвращаясь к теме, насколько я знаю, сейчас участники, которые подключились в основном представители агентств либо маркетологи, но даже если вы со стороны заказчика, то есть предприниматель, который занимается проектом, я думаю, что всем ситуация знакома. То есть либо вам говорили, либо вы говорили. Я не могу продать этим заявкам после настройки рекламы. Много мусорных лидов. Те, кто оставляет заявки, не берут трубки или заявки есть, но реклама не окупается. Наверное, это одна из таких основных болей для маркетологов, которые настраивают свои рекламные кампании, потому что непонятно, что делать и не всегда понятно, как оптимизировать. Как обычно делают, как обычно оптимизируют рекламные кампании, независимо от того, приносят они заявки целевые или не приносят, обычно мы думаем, что если мы будем оптимизировать на события, например, по времени 30 или 60 секунд, то мы сможем достать наиболее заинтересованных и целевых пользователей, на которые потом сможем оптимизировать рекламу, делать лук-лайки или ретаргетинги. Также есть вариант, например, с глубиной просмотра. Если пользователь смотрит более одной страницы, то потенциально он может быть заинтересован. Скролл до определенного места в таблице. Ну или в целом ставить оптимизацию на какие-то заявки, каких-то лидов с сайта. И по идее эти механики как раз-таки должны позволить нам отделить целевую от нецелевой аудитории. Но давайте посмотрим, какие проблемы в таком случае возникают. Ну вот, например, оптимизация времени на сайте. Пользователь может открыть страницу и не взаимодействовать с ней. Я думаю, если вы смотрели и периодически смотрите веб-визор, то вы часто видите таких пользователей, которые открывают сайт и застревают на час, на два и никаких эффективных действий не совершают. С глубиной просмотра также есть сложности. Если у вас лендинг, то отсеять нецелевых и оставить только целевых не получится. Просмотр будет либо один, либо один и два в случае, если кто-то там открывает попапы 1,2. Скролл до определенного места на странице также не всегда позволяет отделить целевых от нецелевых пользователей. Часто на лендингах сейчас ставят кнопки подробнее, которые сразу скроллят до какого-то нужного раздела, который где-то может находиться на второй или на третьей или на четвертой экране. Поэтому тоже подобный метод не всегда позволяет отделить целевых от нецелевых. Ну и отправка контактов через лид-форуму. Ну, во-первых, заявка может быть нецелевой, и это на самом деле нормально, не все 100% заявок, которые приходят, они целевые. Поэтому вы будете оптимизировать рекламу на всех подряд. И кто целевой, и кто нецелевой. Поэтому подобный метод тоже не всегда работает. Хотя, отмечу, что это не значит, что такие способы оптимизации использовать не стоит. Бывают проекты, в которых требуется добавить определенных объемов до трафика, и такие варианты представляются чуть ли не единственно возможными и рабочими. Опять же, каждый случай индивидуальный. Но я хотел бы в рамках этого вебинара показать еще один интересный способ и ответить на вопрос, как с наибольшей долей вероятности понять, какой пользователь целевой, а какой нет. И на кого вообще более эффективно оптимизировать рекламу. Ну, ответ на самом деле на прошел все из темы. Это собирать сделки, собирать аудитории по сделкам из CRM-системы и ставить на них автоматическую оптимизацию. Варианты могут быть совершенно разные. То есть, каким способом нам подчеркнуть целевого или недостаточно целевого пользователя. То есть, это могут быть обращения в чате на сайте, которые попадают дальше в CRM-систему, с которыми работают менеджеры и точно могут ответить на вопрос, целевой или нецелевой. Также входящие заявки или звонки с сайта, по которым дальше менеджеры могли прозвонить и подтвердить квалификацию. Ну и, конечно, платящие клиенты. Но на самом деле еще огромное количество статусов, в зависимости от воронки продаж в каждом конкретном проекте может быть. Отправили договор, согласовали встречу и прочие вещи, с помощью которых вы можете, в зависимости от проекта, квалифицировать лидов. Замечу, что подобный подход актуален для нескольких рекламных площадок. То есть, это и Яндекс.Директ, это и VK Ads, и Google Ads, и еще есть определенные соцсети, которые у нас запрещены, но там также работают давно и успешно подобные механики. Ну, давайте вот с основного самого большого и массового представителя Яндекс.Директ. Яндекс.Директ не оптимизирует на конверсии, если их меньше 10 в неделю. Вот, кстати, техподдержка ВК нам сообщила, что у них для нормальной оптимизации нужно 5-10 конверсий в день получать. И действительно, это может быть проблемой. Где взять такое большое количество конверсий, да, если, допустим, продаж не так много или квалифицированных лидов не хватает в проекте? Как преодолевать такой барьер? Ну, вот на примере Яндекс.Директа я могу показать, что... Кстати, эта история также актуальна и для Google Ads, что в рамках настройки рекламных кампаний можно делать оптимизацию сразу на несколько целей. Вот в моем примере в настройках рекламной кампании указано 3 цели. Первое – это «Смотрел продукт». Это цель, которая собирается Яндекс.Метрикой по сайту. Второе – это звонок. Звонок можно, да, как и брать как цель из Яндекс.Метрики, сработающий звонок, да, так и из CRM-системы, если там при звонке создается сделка. И вот покупки – это цель из CRM-системы. Передается в Яндекс.Метрику или в Центр конверсии можно передавать Яндекс.Директа. И дальше мы назначаем каждой цели свою ценность. То есть вместе эти конверсии, вместе количество этих конверсий получается более 10 в неделю, что позволяет поставить рекламную кампанию на оптимизацию. Но за счет того, что я задаю в рекламных кампаниях разную ценность цели, в зависимости от приоритетности этой конверсии, да, то есть для меня покупки – это самая приоритетная конверсия, поэтому я ставлю на нее наибольшую ценность. Звонок меньше, да, меньшая ценность, поэтому ставлю 500 рублей. Ну и просто смотрел продукт в моей классификации. Это самая менее приоритетная цель, которая позволит нагнать количество целей, чтобы заработала автоматическая оптимизация. Но за счет указания разной ценности я могу указать приоритетную цель, на которую в первую очередь следует оптимизировать рекламные кампании. Таким образом, получается, если у вас не хватает конверсий в CRM-системе, вы можете их объединять вместе, назначать им разную ценность и показывать рекламной системе, на что ей ориентироваться в рамках оптимизации. Чтобы не быть голословным, давайте перейдем к кейсам. Я покажу пару проектов, которые применяли подобный подход. Вот один из – это кейс творческой команды «Полет мысли». Этот кейс описан в блоге Елама. Проект является активным пользователем бесплатного маркетплейса. И одними из первых подключили передачу данных из своей CRM-ки в Яндекс.Метрику. И суть кейса такая, что они смогли за счет автоматической оптимизации на оффлайн-конверсии с CRM увеличить конверсию из заявок в продаже в три раза. Как вообще у них продвигалось? Да, кстати, сразу отмечу, по поводу вопросов, да, вы пишите, и я в конце каждый разберу. Вот, теперь к кейсу. До сентября 2022 года оптимизировали рекламу на конверсии заявку на лендинге и работали с оплатой в эту же конверсию. То есть самые дешевые заявки приносил RSI по 80 рублей. В сентябре прошлого года произошло падение, тестировали разные способы и стратегии, и целей. Ничего не получалось, была сильная просадка. В прошлом декабре нашли сервис, который передает платный сервис, да, я отмечу, который передает сделки из CRM-системы в метрику. Дальше обучали рекламной кампании, заводили новые аккаунты, но в целом смогли выйти на приемлемые показатели. И уже к маю месяцу перешли на Romy Center, так как Romy Center дает бесплатные условия для пользователей E-Lama в рамках пяти бесплатных подключений. Вот, и на выходе получилась вот такая интересная и занимательная статистика. Вот, топовый месяц, август 2022 года, было 315 заявок на сайте, которые перешли в 27 сделок. В октябре просадка, и в мае месяце мы видим сопоставимое количество закрытых сделок, 25 и 113 заявок. Общаясь вот с основателем этого сервиса, мне удалось узнать, что стоимость заявки у них особо сильно не изменилась. Ну, то есть она там на 100 рублей стала дороже, но за счет того, что конверсия из заявки в продажу увеличилась в три раза, итоговая стоимость клиента стала сильно дешевле. Кстати, отмечу, что здесь проект передавал данные по воронке два статуса. Это заявка, подтвержденная менеджером, то есть квалифицированный лид, и сделка заключена. На сделку, по которой уже была оплата, ставили большую ценность, по квалам ставили меньшую ценность, таким образом показывая системе, да, вот на приоритет оптимизации. Вот на выходе получили такие показатели. И второй проект – это кредитный брокер. Суть кейса в том, что они смогли отсегментировать лидов по их типу, провести по ним аналитику и добавить их в оптимизацию, поставить их на оптимизацию в Яндекс.Директ. Вообще, какая была вводная по проекту? У кредитного брокера были недозвоны и нецелевые обращения. Они составляли более 50% от всех входящих конверсий. И основные нецелевые лиды были такие, то есть по кому-то не могли дозвониться, а по части, кому могли дозвониться, выяснялось то, что у них уже были открытые кредиты, соответственно, они не могли заработать на таких клиентов. В рамках оптимизации пробовали отключать ключевики, которые приводили нецелевых пользователей, и площадки. Затем пробовали включать автоматическую оптимизацию на заявки с сайта. Но все равно приходили нецелевые обращения, потому что запрос у пользователя, который целевой и нецелевой, он одинаковый. И такое, на самом деле, часто случается во многих проектах, когда пользователь и клиент, то есть клиент и не клиент, он может прийти по одному и тому же запросу или с одной и той же площадки. Что делали? Внедрили CRM-систему, стали ввести в ней заявки. То есть ранее CRM-ку не использовали, работали в Excel. Когда появилась CRM-система, смогли фильтровать заявки на целевую и нецелевую. Также у кредитного брокера был поток звонков помимо заявок, поэтому добавили и внедрили cool tracking и настроили передачу звонков из cool tracking в CRM-система. То есть при звонке создавалась сделка, с которой также работали менеджеры и которую также можно было, как и обычную конверсию, отфильтровать целевая и нецелевая. И уже затем настроили передачу по сделкам из CRM-системы в Яндекс.Метрику. То есть что получили на выходе? Во-первых, смогли оцифровать воронку продаж уже на уровне CRM и обучить менеджеров с ней работать. Во-вторых, смогли отделить квалифицированных лидов от неквалифицированных лидов, вообще в целом понимать, какие рекламные кампании, какого типа лидов и в каком объеме генерят. Ну и самое главное, смогли опять же настроить автоматическую оптимизацию на квалифицированных лидов. Здесь использовали точно такой же подход. То есть на квалов, на обычные заявки ставили цены 700 рублей, на квалов 3000 рублей и на продажу ставили реальную сумму сделки, получаемую из CRM-системы. То есть когда сделка была успешно, становилась успешно завершенной, в коннекторах Роми-центр указывали ценность сделки, да, то есть брали ее по полю доход, вот, и могли передавать эту информацию в Яндекс.Метрику. Ну и вот такой небольшой скриншот, который вот как раз описывает ситуацию, которая происходила у кредитного брокера. То есть явно стали выделяться рекламные кампании, которые не приносят квалов, но приносят обычные заявки. Такие рекламные кампании отключались. И напротив, работали над масштабированием рекламных кампаний, которые приводили и лидов, и квалифицированных лидов, и далее уже, да, конвертировались в продажи. Собственно, как настроить? С помощью коннекторов Роми-центра в бесплатном маркетплейсе Elama. Сколько времени будет занимать такая настройка? Около 10 минут, и далее я покажу на примере презентации, да, собственно, как сделать настройку. Один из часто задаваемых вопросов, а в чем отличие от бесплатных коннекторов в метрике? Вот, кстати, вижу такой вопрос вот здесь в чате от одного из слушателей. На самом деле, отличий несколько. Ну, то есть, если сделка у вас пришла, например, из другого источника, и в ней нет Client ID, то метрика такую сделку не учтет. Мы дальше будем говорить про отправку данных не в метрику, а в центр конверсии. Хотя действительно в метрику также можно отправлять данные с помощью коннекторов. Ну, и понятно, здесь есть уже другие преимущества. Ну, во-первых, объем CRM-систем, который можно подключить, вплоть до кастомной CRM-системы. Ну, и, конечно, наличие техподдержки, с помощью которой вы можете получить быструю и квалифицированную помощь, да, если что-то где-то неправильно работает, не подтягивается, какие-то ошибки и прочие вещи происходят. Я сразу отмечу, что история с Client ID, она на самом деле является краеугольной вообще для внедрения подобных вещей. И, конечно, важно, чтобы у вас в сделке, в CRM-систему передавался Client ID. Вообще важно, чтобы любая сделка, которая попадает в CRM-систему, любым способом, будь то это обращение через мессенджер, да, будь это звонок с сайта или это заявка с сайта, чтобы все эти сделки были промечены Client ID. Но бывают такие ситуации, когда там либо у заказчика нет возможности, да, настроить передачу Client ID, либо какие-то технические ошибки, либо есть какие-то источники, которые не удается каким-то способом прометить. Вот как раз решение передавать сделки в центр конверсии Яндекс.Директ, потому что там, ну, достаточно имейла и номер телефона, ну, и времени заявки, ну, тут оно берется автоматически CRM-система. Но опять же, повторюсь, наличие Client ID позволяет более точно находить и мачить, да, вот эти вот объединять оффлайн-конверсии с переходами, которые были на сайте, в метрике, и точнее искать нужных пользователей. Также замечу, что для разных рекламных площадок свои требования по тем данным, которые необходимо передавать из сделок. Ну, то есть вот мы обсудили Яндекс.Метрику, да, и Яндекс.Директ, и резюмируем, да, что Client ID – штука важная, но если вдруг у вас нет возможности сделать и настроить его передачу, то можно использовать передачу в центре конверсии по номеру телефона и имейла. Для VK Ads нужно настроить передачу RBClik ID, которая генерится пикселем VK Ads, который подставляется в ссылку в момент перехода, и важно, чтобы этот RBClik ID передавался в сделку в CRM-систему, вот, и дальше уже с помощью вот коннекторов на центр можно отправлять, указывать, в каком поле у вас передается этот RBClik ID и отправлять сделки с ним обратно в пиксели VK. Ну, и для Google Ads требуется Google Client ID, который также должен передаваться в сделки при формировании этой сделки в CRM-системе. Далее рассмотрю примеры, как настроить передачу данных из CRM в центр конверсии Яндекс.Директа, и вкратце покажу, как это сделать. Ну, там делается по аналогии на примере VK Ads. Итак, начнем. Ну, во-первых, вам нужно авторизоваться под учетной записью E-Lama в нашем сервисе. Это можно сделать, перейдя на наш сайт или же прямо напрямую из кабинета E-Lama в Marketplace. После того, как вы авторизовались, создаем новый проект. В нем нужно указать, понятное дело, название. И дальше, после создания проекта, вам нужно указать, куда передаем данные. Ну, вот в нашем случае мы выбираем центр конверсии Яндекс.Директ. Следующим шагом даем доступ к своему центру конверсии, авторизуемся и попадаем на настройку подключений. То есть вот на этом шаге мы генерируем вам ссылку на файл, который нужно будет указать в центре конверсии, и базовые настройки. То есть, во-первых, название источника, ну, на самом деле его можно задавать произвольно, и счетчик Яндекс.Метрики, который у вас связан с вашим аккаунтом Яндекс.Директа. Далее идем в Яндекс.Директ, открываем вкладку конверсии и добавить источник конверсии. Здесь у нас есть несколько вариантов, как можно эти конверсии передавать. Наш вариант – это файл по ссылке. И в открывшемся окне заполняем все то, что ранее видели в настройках кабинета Роми-центр, да, то есть я имею в виду вот этот экран. Указываем название источника, указываем ссылку на файл и указываем свой счетчик в Метрики. Далее возвращаемся в кабинет Роми-центр и указываем, откуда будем передавать данные. То есть нужно указать CRM-ку. Вот на скриншоте можно увидеть, что у нас есть возможность передавать данные из AMA, из Bittrex, из GetCourse, из Retail CRM, и также любую другую CRM можно подключить через механизм кастомный CRM. Разберем пример на AMA, на подключении к AMA. После того, как предоставили доступы, нам нужно указать, сейчас сделаю чуть крупнее, чтобы было видно интерфейс, нам нужно указать, какое поле в сделках является имейлом, какое телефоном и также в каком поле у вас хранится Яндекс.Клайнт.И. Повторюсь, если нет Клайнт.И. то можно это поле не заполнять, но хорошо бы, чтобы он у вас был. Также можно передавать сумму сделки. Особенно это актуально для продаж. То есть мы можем задавать на продаже не какую-то нефиксированную ценность, а реальную. Соответственно, передавать можно по доходу, а можно по прибыли. Если по доходу, то вот на примере AMSRM мы будем брать информацию из поля бюджет. Это стандартное поле. Если у вас какие-то другие поля есть, в которых вы формируете прибыль, то можно будет указать его. После того, как указали вводный по полям в вашей CRM-системе, нужно указать, какие именно сделки будем передавать в центр конверсии. Вот в моем примере это воронка основная, и я хочу передавать квалифицированных лидов и статус ожидаем оплату. Передавать я их буду, могу передавать в один из четырех статусов на стороне центра конверсии. Это paid, оплаченный, in progress, canceled и spam. В моем случае я передаю в in progress, так как это клиент, который еще не оплатили. После того, когда добавил нужную мне конверсию, нажимаю завершить, и после завершения у вас появится вот такой pipeline, в котором можно будет отслеживать все состояния, и более того, можно факт передачи сделок контролировать в логах проекта. То есть, если вдруг вы понимаете, что у вас сделки были, приходили определенный этап, но почему-то не отправились, можно посмотреть лог проектов и узнать, что именно произошло. Далее идем в Яндекс.Директ, идем в настройки рекламных кампаний, и здесь указываем стратегию максимум конверсии, указываем ваш счетчик, и конверсии в рамках этого счетчика. И также, опять же, повторюсь, можно задать ценность. То есть, по нашему опыту эта история работает. То есть, вот на примере клиентов, которых мы опрашивали, они применяют подобный подход и применяют его весьма успешно. То есть, если у вас недостаточно продаж или квалов, на которые можно передавать, можно, например, подключить передачу в целом входящих заявок, и уже указать приоритетность квалов по сравнению с ними. Таким образом, вы сможете основной массой выходить на оптимизацию и указывать приоритетность. Ну, и на примере VK-Edge рассмотрим, то есть, механика точно такая же. Также авторизуемся, также выбираем, куда передавать данные, также подключаем CRM-систему, также указываем, какие сделки мы будем передавать, но предварительно нужно в пикселе VK-Edge создать событие, и ключевое, что в этом событие должно быть, это условие наступления, то есть, произошло GS-событие. Дальше вы указываете наименование, и, в принципе, можно на этом добавить событие и уже в него передавать какой-либо статус из CRM-системы. Вот так выглядит настройка из кабинета, то есть, нам важно указать, в какое поле передается RB-клик-ид, который генерится в ссылке, пикселем, также указать событие, которое будет передаваться, но в моем случае принимает решение, передается оно в событие лид. Также завершаем настройку, также видим готовый пайплайн, и также можно смотреть в логе, если вдруг что-то где-то не так передалось, это можно все будет увидеть и какую-то там работу над ошибками произвести, потому что, например, самый частый случай, когда у наших пользователей, там, менеджеры в CRM-ке просто какой-то статус там забывают проставить, особенно часто эта история вот с квалами связана и просто переводит их на следующий этап, ну, как бы вот здесь можно эту часть бывает отработать. ну, и здесь уже на стороне ВК переходим в настройки рекламной кампании и выбираем целевое действие лид. Таким образом можно, ну, вот единственная пометку сделаю, что, к сожалению, на стороне ВК нельзя суммировать цели, поэтому если у вас нет потока, который будет составлять 5-10 в день до конверсии, то лучше, конечно, оптимизацию ставить на более какие-то широкие цели. Вот. Для Google Ads можно также делать суммирование по аналогии с центром конверсии в Яндекс.Директ. На этом подвожу к концу свое выступление. вот, ищите нас в бесплатном маркетплейсе ELAMA. Если вдруг какие-то способы передачи не будут у вас работать, обязательно пишите в техподдержку. Мы подключимся и поможем решить какие-либо проблемы, которые возникают с передачей данных из CRM-системы. Спасибо. Так, вот вижу еще, кстати, два вопроса, но кажется, я на них ответил по ходу наступления. Да, по поводу отличий сквозной аналитики и андекс-метрики, да, я хотел несколько моментов прокомментировать вот по поводу использования сразу одновременно несколько целей, когда у нас есть просто лиды, квалифицированные лиды, продажи, и мы оптимизируемся сразу на это все. Речь не о суммировании этих конверсий, а просто о предоставлении системе больше сигналов. То есть, она видит, что лиды, это, конечно, хорошо, но квалифицированные лиды, это гораздо лучше, а заключенные сделки это еще лучше. И это позволяет насытить ее большим количеством данных, а чем алгоритмы машинного обучения, чем больше данных они получают, тем лучше они работают. Потому что, если, например, мы выбираем просто оптимизацию под квалифицированные лиды, а их приходит, например, три в неделю, то система, кроме этих вот трех квалифицированных лидов, просто вообще ничего не видит и не очень понимает, что окей, у меня за неделю были такие конверсии, мне сложно понять, какую-то взаимосвязь вообще найти между этими конверсиями и понять, как их сделать лучше. А когда ты больше показываешь, говоришь, типа, вот я получил 15 просто лидов, спасибо, конечно, но из этих 15 лидов три только было квалифицированных, и их я оцениваю сильно больше. И таким образом, собственно, работа оптимизации, она начинает понимать, что да, если я буду гнать просто лиды, то меня не очень похвалят, а если я буду гнать квалифицированные лиды, меня похвалят гораздо больше. И она постепенно обучается, и компания быстрее разгоняется, и лучше в целом работает. Еще один маленький, маленький уточнение по поводу Google Ads. В Google Ads также в Яндекс.Директе, правда, еще сильно до Яндекс.Директа появился так называемый центр конверсии, я не помню уже, как конкретно называется, потому что Google Ads довольно давно уже ушел с российского рынка, но там есть такая же штука, куда можно, по идее, передавать конверсии без Google Client ID, просто вот с контактами, но что в случае с Яндексом, что в случае с Google, вероятность привязки, она сильно ниже, если Client ID нет. Поэтому, если это лиды, которые приходят с сайта через какие-то формы обратной связи, то нужно все-таки постараться сделать так, чтобы это Client ID был. Ситуация, когда его может не быть, их несколько, это когда, например, пользователь использует какие-то технические средства для того, чтобы никакая информация о нем не собиралась, то есть это либо какие-то специальные расширения для браузера, или какие-то отдельные браузеры в принципе реально всю эту информацию затирают, и поэтому даже если вы молодцы и на сайте настроили сбор Client ID, он может оказаться пустым. Это первый кейс, самый частый. Второй тоже довольно частый кейс, это когда пользователь в принципе на сайте никакую заявку не оставлял, он пришел с рекламы на ваш сайт, что-то посмотрел, прочитал, и ушел в другой канал связи с вами. Например, он списался с вами в мессенджерах, и через мессенджеры Client ID передать крайне сложно, это можно делать через чат-ботов, но вот это уже я прекрасно понимаю, что сложно, и почему большинство так никогда, ну, так не делает. То есть у меня нет оправданий для тех, кто с сайта Client ID не сохраняет, а вот те, кто с мессенджерами не заморачивается, я просто прекрасно понимаю, там правда это сложно сделать. Или, например, он просто ножками пришел в физический отдел продаж, в какой-нибудь ваш шоурум, то есть он визу рекламы, он с рекламы переходил на сайт, но на сайте он заявку не оставлял, и просто вот где-то появился в какой-то момент в вашей CRM-системе. И даже в этом случае та же Яндекс.Метрика, например, может понять, что вот этот Иван Иванович с каким-то номером телефона, это на самом деле тот самый Иван Иванович, которому я показывал рекламу в Яндекс.Директе, и он по этой рекламе кликал, а переходил на сайт, и конверсия тоже засчитается. Поэтому огромное спасибо Роми Центру за то, что они реализовали передачу конверсии без Client ID, потому что это действительно позволяет в большем количестве случаев конверсии привязать и их, собственно, учитывать. Даже в тех случаях, когда человек на сайте никакого целевого действия не выполнен на самом деле, а просто пришел и заключил сделку. Так, какие еще есть вопросы к Антону и кроме Центр? Я в чатике не вижу, но вроде бы мы совместными усилиями на все ответили. Антон, хочешь ее что-то добавить, прокомментировать? Мне кажется, я все, что мог, уже прокомментировал. Спасибо большое. Был рад поучаствовать с вами в таком мероприятии. Да, спасибо тебе большое за выступление и его практичность, что прямо на практике показал прям по шагам, как все настраивать. А мы, собственно, тогда двигаемся дальше. Антона мы отпускаем, приглашаю подключаться к следующему докладчику. Smart Data Hub. Кирилл, привет. Приветствую. Я сегодня расскажу, как связать воедино данную рекламу и статистику по продажам, какие выводы это позволяет сделать. Например, спазную аналитику для конечного рекламодателя. Немножко обо мне, почему я в этом чуть-чуть понимаю, можно меня послушать, что-то, может быть, новое для себя узнать. Я проектный менеджер в Smart Data Hub и помогаю внедрять спазную аналитику в компаниях больше четырех лет. Об этом же рассказываю в высшей школе экономики. Сегодня расскажу вам о том, как настроить систему на вашей стране, чтобы получить качественные данные. Для сквозной аналитики что это вам даст. Опыт управления маркетинговыми коммуникациями больше шести лет. Я работал в таких компаниях, как Qsoft, разработчик АМСРМ. Привет вам, ребята. 24TTL. Это менеджмент аналитика маркетплейсов Ройхантерс. Вел проекты LEGO, Procter & Gamble, Bosch, Pony Express, ну, и ряд других. Буквально пару слов рекламная интеграция в нашей платформе. Это платформа сквозной аналитики на базе искусственного интеллекта, которая извлекает данные. Сейчас около 200 коннекторов, если не ошибаюсь, объединяет и визуализирует и не ограничивает вас набором каких-то стандартных отчетов. Любой отчет можно поменять на ходу. Он обновится в реальном времени. Вот некоторые компании, которые используют решения на базе Smart.Hub. Значит, о чем мы сегодня поговорим, я кратко сразу скажу суть. Как принято сначала все главное сразу сказать. Значит, мы пойдем постепенно, вот как в чате жаловались, что что-то сложновато, мы пойдем от простого к сложному и самый такой вот, наверное, хардкор, типа CJM, когорты, модели атрибуции будут ближе к концу, а вначале будет очень простая табличка. Синхронизируемся, что такое вообще сквозная аналитика, какая-то базовая схема рекламы сайт-сире, и потом данные из этих разных систем объединяются за счет совпадающих участков этой UTM-метки. Обычно метки хорошо, но это не совсем еще, наверное, сквозная аналитика, или в ряде случаев, по крайней мере, она не сработает. Лучший client-ID, который работает за счет мэтчинга, за счет этого объединения мы получаем когорты, CJM, модель атрибуции, начинаем реалистично считать свой маркетинг, особенно при длинном цикле сделки и при повторных продажах. Расскажу немножко, как получить client-ID, как настроить его передачу между системами, как проверить, что оно у вас передается. Разберу несколько случаев отдельных проблем и решений при передаче. и в конце расскажу про кейс федеральной транспортной компании. Примерно у них 10 тысяч сотрудников. Может быть, если успеем, отвечу на вопросы. Если модератор разрешат, могу сдержаться. В конце дам свои контакты, можно мне будет писать в телегу. Кейс транспортной компании на примере данных в наших системах. Итак, начнем сначала. Что такое в целом сквозная аналитика? Давайте синхронизируемся. Все говорят сквозная, сквозная, некоторые даже говорят сквозняк. Что это такое, как работает. Значит, самый такой вот, наверное, основной принцип, сейчас я вам прямо скажу, и вы поймете. Сквозная аналитика это от денег до денег. Мы берем деньги, которые мы потратили, деньги, которые получили, соединяем их между собой. И если и там, и там есть какие-то одинаковые совпадающие кусочки, ну, например, Яндекс и Гугл. Сейчас я как-то очень упрощенно, такой самый базовый принцип. Если эти одинаковые кусочки совпадающие, то мы можем увидеть, для Яндекса мы потратили, получили, для Гугла потратили, получили. Как обычно это работает? Что за данные? Вот у нас есть, допустим, подрядчик по рекламе или мы сами специалист по рекламе на самом базовом уровне. Взяли, зашли в рекламный кабинет Яндекс, рекламный кабинет Гугл, выгрузили какую-то статистику, расход показа, клики, принесли, показали. Ага, в одном рекламном кабинете мы получаем одно количество кликов, в другом другое. Ну, можно как-то посмотреть, как это работает. у нас есть отдельно другая система, какой-то счетчик на сайте. На нем точно так же мы можем выгрузить и кому-то показать статистику, базовые показатели, сеансы и какие-то конверсии, там, звонки, формы, чаты, вот выгрузили в таблицу, принесли нашему начальнику, там, или сами сделали какой-то вывод. Вот у нас есть данные из двух систем. Мы их уже можем как-то между собой объединить, уже какое-то объединение происходит и если и там, и там Яндекс и Гугл и в одних данных и в других, то мы уже можем их соединить в одну строчечку. Но совсем замечательно, если у нас еще в CRM в каждой сделке написано Яндекс или Гугл, тогда мы тоже выгрузили оттуда эти данные и если мы теперь их сведем в одну таблицу за счет того, что у нас давайте свой курсор включим. Видно мой курсор, да? Будем считать, что видно. Надеюсь, что видно. За счет того, что у нас вот видите у CRM данных есть Яндекс и Гугл, у веб статистики есть Яндекс и Гугл и у рекламной статистики есть Яндекс и Гугл, мы их можем соединить в одну таблицу и для Яндекса узнать, сколько мы потратили и сколько получили. И для Гугла сколько потратили и сколько получили. Это такой основной принцип. Сквозная аналитика еще называется end-to-end, от одного конца до другого, от денег до денег. Но смысл концептуальный примерно такой. Значит, за счет чего происходит это объединение? Вот что это за Яндекс, Гугл? Наверное, многие из вас знают, что объединение происходит за счет одинаковых кусочков в разных системах и этими одинаковыми кусочками, как правило, являются UTM-метка. Что это физически? Это часть урла, по которому пользователь кликнул. Вот вы ему рекламу показали, там есть какая-то ссылка на ваш сайт, да, example.ru. А дальше какая-то непонятная для кого-то крокозябра. И тут на самом деле, если мы присмотрим, все написано UTM-source, Яндекс, то есть источник Яндекс, UTM-medium, CPC, то есть канал CPC и так далее. Всего у нас есть пять меток, такой стандарт в индустрии, источник, канал, компания, ключ, содержание, объявление. После того, как пользователь пришел к вам на сайт, счетчик видит вот этот хвост, его дробит на отдельные кусочки и скрипт на сайте может записать эти метки в куки пользователя. Куки – это текстовые файлы маленькие, которые хранятся в браузере. И потом, когда пользователь к нам заходит, мы можем у него эти куки файлы считать из браузера. Если у нас что-то заказывает, мы можем одновременно с фактом заказа посмотреть в этот файл и понять, откуда он к нам пришел. Обычно пять меток, но надо понимать, что на самом деле это как бы контейнеры или какие-то ярлычки. Туда можно положить все, что угодно. Но, как правило, все-таки в источник, в канал и в компанию кладут именно источник канала и в компанию. А в терм и в контент тут уже некий простор для творчества. Как же нам взять и передать эти UTM-метки? Откуда они берутся и как передаются? Ну, опять-таки, пойдем от простого к сложному. Вот некая схема, которая позволяет это визуализировать и понять, что вообще происходит. У нас есть условно реклама в Яндексе, реклама в Google. Потом, после того, как мы показали некое объявление пользователю, он по нему кликнул. В этой ссылке была зашита UTM-метка. Человек пришел на сайт. Вот мы передали UTM-метку из рекламной системы на сайт. Дальше на сайте пользователь что-то заказал. Ну, допустим, заполнил форму и создалась сделка в CRM. Мы передали сюда UTM-метку. Да? Ну, конечно, вот это вот такая принципиальная схема. Потом, если из каждой системы мы что-то, нашу статистику выгрузим в какую-то систему аналитики, то вот как раз получим что-то вроде нашей таблички, которая была на седьмом слайде. То есть вот что-то такое мы примерно получим, да? Потому что у нас во всех трех системах в рекламе на сайте и в счетчике есть UTM-метки с информацией об источнике заказа. Они одинаковые и если они в каком-то месте одинаковые, то это у нас хлопнется в одну строчку. Ну, понятно, что, наверное, чуть сложнее здесь все, да? Как минимум у нас может быть какой-то чат, какой-то колл-трекинг и люди на сайте может быть нам позвонят и тогда колл-трекинг сформирует заказ в CRM и тогда нам нужно передать сначала с сайта в колл-трекинг, потом из колл-трекинга в CRM. Тут уже такая немножко начинается магия с данными Data Engineering или могут уйти в чат, в виджет чата какой-нибудь на сайте там с оператором пообщаться и это также создаст заказ в CRM. Тогда мы также должны передать сайта сначала в эту систему чат, а потом в CRM. Это вот принципиально очень важный момент. Его нужно понимать и дальше, если вы его понимаете, вы можете эту схему и понимание применить ко всем остальным частным случаям. То есть нам нужно, чтобы получить в CRM UTM метку с самого начала ее по всем возможным путям прохождения заказа до CRM передать. Когда у нас есть такая схема, мы, во-первых, можем описать все, что у нас есть, а во-вторых, каждый этот участок проверить и зафиксировать себе, передается там или нет. Ну, немножко усложним. добавим сюда систему аналитики, в которую мы выгружаем данные из всех систем, чтобы потом в этой системе аналитики объединить. Вот это вот такая типовая схема сквозной аналитики. Коллеги, есть ли здесь какие-то вопросы? Сейчас дальше пойдем, будет чуть посложнее, наверное. Будем считать, что вопросов нету или вы не успеете задать. Окей, вот мы выгрузили все в систему сквозной аналитики. Ну, прекрасно, прекрасно, Николай. И получили нашу заветную какую-то метку ROI от денег до денег и говорим, ага, Яндекс там работает чуть похуже, Google чуть получше или наоборот. Уже, в общем-то, это можно сказать, что у нас появилась сквозная аналитика. Особенно, если близко, процент близкий к 100 для сделок в CRM имеет вот эти самые метки UTM. Значит, мы почти все свои сделки, почти про все из них знаем, откуда они пришли. Но, так бывает, конечно, далеко не всегда. Реально от 20 до 80 плавает. Мало кто может похвастаться 100 процентами. Но в ряде случаев, это не работает. Не работает, нам нужно сделать что-то еще. Почему это не работает? Или может не работать в некоторых случаях. У нас есть длинный цикл сделки. Мы применяем различные модели, атрибуции, которые делают так, что какие-то источники канала у нас вообще не видны, не виден их вклад в продаже. И на самом деле у нас есть умниканальный маркетинг. Сейчас расскажу, что это такое. По каждому пункту чуть подробнее. Сначала длинный цикл сделки. Вот в этот график надо немножко вглядеться. Что это такое? Смотрите, каждая область это продажи, которые были созданы пользователями, которых мы привлекли в периоде. Вот первый такой большой, зеленый, это пользователи, которых мы привлекли рекламой января. Мы в январе за них заплатили, они к нам пришли. И смотрите, они в феврале купили на 54 миллиона, потом там порядка 20 миллионов купили в марте и так далее, и так далее. И вот вплоть до июня у них идет такой затухающий хвост продаж. То есть или они наконец приняли решение, или это повторные какие-то продажи. В феврале была похожая история, в марте, ну и так далее. И если мы не знаем вот этой вот структуры, из каких пользователей состоит наш объем продаж в этом месяце, если мы считаем месяц к месяцу, то есть потратили, допустим, в марте мы сколько это денег, сколько это денег получили. И считаем, что все деньги, которые мы получили в марте, они обусловлены расходами на рекламу этого же месяца. Вот это будет неправда. Это будет неправда, потому что на самом деле мы видим, что на самом деле только где-то половина визуализации отличной, мы ее называем, а ладно, не скажу, это не очень красивое название, но скажем так, много разных вариантов креативного названия для этой визуализации. График области стековой в системе называется. Это, кстати, скрин из Smart Data Hub. Так вот, нам нужно знать структуру продаж внутри месяца, потому что часто эти продажи обусловлены расходами, которые мы понесли несколько месяцев назад. Если мы сейчас подумаем, что у нас реклама вот в январе, вот она зеленая, работала плохо, потому что в январе она не дала продаж, мы ее отключаем, мы потеряем на самом деле не вот эти продажи, а вот эти продажи, вот эти, вот эти, вот эти и вот эти. И реально вот здесь вот у нас там треть, половина исчезнет в продажах. Понятно, да? Примерно. То есть продажи какого-то периода нельзя сопоставлять с расходами этого периода, если у нас есть длинный цикл сделки, потому что реально пользователи, которые купили вот здесь вот, мы привлекли вот этими деньгами в январе-феврале. Это совсем другие деньги, их надо учитывать здесь. Отлично. идем дальше. Как это выглядит примерно в данных, такая классическая таблица уголком, которая применяется для когортных отчетов. Что тут? Мы видим пользователи марта, вот они нам дали в марте 1 миллион 850 тысяч продаж, но они же покупали в апреле, в мае, в июне, то есть есть такой некий затухающий хвост продаж. И в апреле такая же история и в мае, и в июне. И теперь если мы посмотрим на продажи июня, то они складываются из людей, за которых мы заплатили в мае, в апреле, в марте. Для оценки маркетинга это нужно знать. Ну, это такой принцип. Теперь посмотрим, как это выглядит в отчете в данных. Наверное, надо немножко призумить. Значит, что мы тут видим? Вот она, январская когорта пользователей. с, допустим, Google CPC. И вот в январе мы потратили на Google 360 тысяч, а продаж нету. Рос нулевой. Ну, что нам скажет владелец бюджета, или мы сами себе скажем, если мы увидим такую эффективность рекламной кампании. 360 тысяч мы спалили, ничего не получили, ну, наверное, надо отключать, куда-то перераспределять рекламный бюджет в более эффективные инструменты. Но если мы посмотрим, что нам принес этот канал, вот эти пользователи, которых мы купили, этот трафик, который мы купили, что он нам принес в феврале, мы видим, что здесь 13 миллионов, в марте 9 миллионов, и реально отключить этот канал, забрать отсюда бюджет, это был бы выстрел себе в ногу, и делать это ни в коем случае нельзя. Вот это классический пример того, как неправильный подход к данным приводит, ну, не то, что полезен, он может быть вреден, приводит нас к кардинально неверным выводам. Это первый момент. Длинный цикл сделки. Мы должны понимать, когда мы заплатили за пользователей, которые дали этот объем продаж. Второе, омниканальность. Вот нам может казаться, что у нас многоканальный маркетинг, мы там заплатили блогерам, заплатили партнерам, заплатили разную рекламу, и вот потом из этих же разных маркетинговых каналов к нам пришли пользователи, на сайт заказали. Но в реальности работает скорее вот как-то так, да, то есть мы привлекли пользователя первоначально через рекламу в Яндексе, потом он нас нашел в поиске и зашел к нам сайт с органики, потом добавил в закладки, стал нашим постоянным клиентом-покупателем, и все его продажи в основном стали происходить с канала DirectNAN, то есть прямой заход или неизвестно, откуда он вообще пришел. Если попытаться это разложить в данных и визуализировать, и оценить, и посчитать, это может быть может выглядеть примерно так. Тут каждая линия это один пользователь, и вот он во времени как-то путешествует. Заходит к нам на сайт сначала с Яндекса, потом через Google рекламу, потом, допустим, с Facebook, чуть усложняем схему, вот наши шаги, шаги пользователя, что первое касание было через Яндекс, второе через Google, третье через Facebook, и здесь или все закончилось, или какая-то конверсия, а другой пользователь там еще совершил четвертый шаг и нашел нас в поиске. Чуть усложним, вот если все это записать и вывести в таблицу, то вот так вот примерно выглядят эти цепочки, то есть это изменение параметра источник канал для каждого отдельного пользователя с течением времени. Они же называются, наверное, в Google конверсионные цепочки, ну вот в Smart Data Hub можно не только конверсионные, но и вообще все цепочки смотреть и практически любой параметр представить в виде такой цепи, например, посмотреть, как меняются статусы сделки и реально, как сделка путешествует по нашей CRM. Причем не одна конкретная, а сразу во всей совокупности. Это проанализировать или менеджеры, или дни недели, или, допустим, в общем, любой параметр сюда можно засунуть, посмотреть на его историю изменений. Что это для нас значит, какие выводы позволяет сделать? Опять призумлю. Такие или примерно такие данные я дальше покажу в кейсе. Что происходило вот у одного из наших клиентов действительно они привлекали через рекламу, тут вот мы видим этот первый источник канала, с которого пришел пользователь, через который мы с ним взаимодействовали, это Google CPC, ну здесь Яндекс, также CPC. Привлекались пользователи по рекламе, потом они взаимодействовали через другие каналы и в итоге становились постоянными клиентами и заходили вот либо как внутренний переход, были видны их заказы, либо как прямой заход или искали в поиске и если атрибуцировать заказ или конверсию или продажу вот реально на какой-то один источник канала, помните, мы метку передали в CRM заказ, вот у нас один источник канала, и мы думаем заказ пришел отсюда, то мы не увидим, что на самом деле были другие этапы во взаимодействиях с этими пользователями, которые дали нам эти продажи, если мы их не увидим, мы не сможем реально оценить вклад вот этих инструментов. Значит, за счет чего, еще немножко усложняем, за счет чего работает вот эта вот история с когортами и историей источника канала, взаимодействия с пользователями. То есть, за счет чего мы можем вообще взять какую-то сделку и посмотреть, как к нам приходил, откуда пользователь, который я сделал. Как правильно заметили коллеги, которые до меня выступали, главный инструмент, который позволяет это сделать, это client ID. Что это за штука такая? Тоже сейчас расскажу, поймете, разберетесь. Это, как правило, идентификатор счетчика, сейчас чаще это Яндекс.Метрика, ну или аналог, это может быть идентификатор пользователя от счетчика Google Analytics или от своего какого-то счетчика, там на базе Матома, например, у смарта вот есть свой счетчик. И как он работает? Пользователь заходит на сайт, скрипт-счетчик срабатывает, генерирует уникальный идентификатор, который есть только у этого пользователя, и записывает этот ID-шник ему в cookie-файл, примерно как UTM-метка, то же самое. Только если UTM-метки были общими между всеми пользователями, ну, например, у всех пользователей, которые пришли через Яндекс.СПС, в источнике записано Яндекса в канале СПС, в этом смысле они одинаковые, мы их не можем различить между собой. А здесь каждый пользователь становится уникальным, и мы можем за счет того, что каждый раз, когда пользователь зашел, мы к нему в куку-браузер посмотрели и этот ID-шник считали, мы можем знать, откуда он приходил к нам раньше, сколько раз пришел потом, сколько раз заказал, и что это позволяет сделать? Дальше срабатывает так называемый мэтчинг, и у сделки, даже если у нее нет UTM-меток никаких, но есть этот Client ID, и у всех других данных есть этот Client ID, Client ID совпадает, и мы их можем между собой соединить, и тогда у сделки появляется все то, чего у нее никогда не было, но что есть в других данных, ну, например, не только там дата создания, дата посещения сайта, источник канал, ну, и, например, модель и тип устройства, то есть мы можем все сделки подробить по тому, сделан заказ с мобильного устройства, или с десктопа, или по браузеру, мы можем подробить там, или менеджеров, взять источник канал, подробить по менеджерам, посмотреть их конверсию, может быть, там есть какие-то интересные закономерности, ну, и так далее. В общем, смысл в том, что мы получаем к сделкам, к данным SRM, не только то, что есть в самой SRM 5QT меток, но и все остальное, что есть, например, в данных счетчиках. Это обычно довольно много, если сюда еще прикрутить искусственный интеллект, который найдет вам комбинацию параметров, в которых какой-то показатель отличается от типичного, где есть какая-то аномалия и выведет вам эту последовательность параметров, то вот это вот прямо вообще инсайт, пушка, бомба. Ну, кстати, такой инструмент в Smart Data Hub есть искусственного интеллекта, который автоматически ищет эти инсайты, генерирует и выводит пользователя в отчет. Ну, отлично, мы поняли, что Client ID это здорово, он нам нужен, как его сделать, чтобы он передавался? Вспоминаем нашу схему упрощенную и везде, где мы передаем UTM и где физически существует Client ID, ну, как правило, это где-то на сайте, потому что это Client ID, который присваивается счетчиком и к счетчику его в первую очередь можно считать. Нам нужно передавать не только UTM, но, видите, я добавил Client ID, в колл-трекинг, из колл-трекинга Client ID в CRM и здесь с сайта Client ID в чат и с чата в CRM и дальше в систему аналитики. Понятно, что это такая принципиально упрощенная схема. В реальности, когда вы начнете рисовать, все записывать, у вас может получиться что-то типа такого, еще не самый запутанный случай, там, каких-нибудь банков появится намного больше блоков, но смысл тот же самый. Мы записываем все, что у нас есть, рисуем стрелочками, как информация передается между различными системами и потом, чтобы быстро понять, что у нас происходит с передачей данных, можем вот эти стрелочки покрасить в красный-зеленый цвет. Зеленый передается, красный не передается, желтый, допустим, передается только UTM-метки. Это вот такой небольшой лайфхак, очень полезная схема, если вы будете настраивать передачу данных, сквозную аналитику, чтобы быстро оценить, как у вас обстоят дела со связкой данных. Коллеги, есть какие-то тут вопросы? Так, ну, нет, отлично, наверное. Значит, какие бывают сложности типовые, как их решать в передаче Client ID? То есть, как вот это вот сделать? И что нам может помешать? Ну, во-первых, у нас есть органический трафик, да, на сайт, и в ссылке, по которой кликает пользователь из поисковика и переходит к нам на сайт, там же нет UTM-меток. И тогда есть шанс, что если мы передадим эти отсутствующие, Петр, помогаем в плане консультации от того, чтобы руками это делать, стараемся все больше и больше уходить, потому что, как правило, клиент не понимает сложность, ценность и не готов за это платить столько, сколько это стоит. Но мы можем очень тщательно рассказать, как это сделать, как проверить и, в общем-то, помочь найти проблемы, если они там есть. Значит, вот пользователь пришел из органики, у него нет UTM-меток в ссылке, что делать. Он что-то закажет, и мы не узнаем, что это пришло с органики. Во-первых, если мы передадим Client ID, то наш сервис аналитики, например, Smart Data Hub, если у него есть механизм мэтчинга вот этого объединения, сам возьмет сделку и по Client ID склеит ее, смэтчит с данными счетчика, и тогда у сделки появится источник канал, потому что он есть у этого пользователя, который эту сделку создал. То есть соединим и увидим, что это на самом деле с органики пришел человек. Кроме того, есть сервисы, которые принудительно по URL-у перехода определяют источник канал и записывают его в куки пользователя. То есть даже если в ссылке, по которой кликнул пользователь из поискового выдачи к вам на сайт не был UTM-меток, то потому что он пришел с Яндекс ру или google.com скрипт на сайте может понять, что это скорее всего трафик поисковый и принудительно ему в куку эту метку записать и тогда мы можем при заказе взять эту метку. У него есть браузер. Такой вот типовой кейс. Как только сделали, сразу DirectNAN превратился в Яндекс. Органи, в Google. Органи, как по мгновению волшебной палочки оказалось у одного из наших клиентов, что порядка 20-30% трафика, вернее, объем продаж, это на самом деле органика. Яна, спасибо вам, что присоединились. Дальше, переход в мессенджеры, вот об этом говорили, что это немножко выше пилотаж, да, действительно, это сложно, но что тут можно сделать, можно найти подрядчика, которому поставить задачу. Передай нам, пожалуйста, метки и client-id в CRM через мессенджер. Но я знаю, что как минимум для WhatsApp эта задача решается технически так, что скрипт, значит, стоит на сайте кнопка пойти в WhatsApp, при клике на нее скрипт считывает значение меток и client-id, передает в первое сообщение пользователя, и дальше пользователь это сообщение тебе отправляет, и дальше ты его можешь считать и обратно на кусочки разделить и передать CRM вместе с фактом заказа. Но, конечно, тут мы немножко привязаны к тому, что пользователь может удалить это первое сообщение, тогда мы ничего не узнаем. Возможно, в Telegram с ботами можно что-то отправить, что пользователь не увидит, не удалит. Пока что это технология в процессе отработки, но вот для WhatsApp уже я знаю ребят как минимум трех, которые это делают. Тут будет сильно зависеть от связки сайт мессенджер CRM. Но схема, повторюсь, останется такой же базовой. То есть у нас с сайта куда-то ушел пользователь, мы должны передать UTM и ClientID, а потом, вернее, с сайта в мессенджер ушла информация о заказе плюс UTM плюс ClientID, а потом оттуда она должна попасть в CRM. если у нас идут заказы через e-mail, надо ставить e-mail tracking. Это не так дорого стоит, не сильно ресурсозатратно, он работает примерно как call tracking, то есть каждому пользователю, каждому, ну можно там не всем, а только тем, кто с рекламы допустим пришел, но всем им показывается уникальный e-mail, то есть пользователю один показывается один e-mail, пользователю два другой, и потом, когда пользователь напишет нам на этот e-mail, мы будем знать, потому что у нас в базе данных было записано, что вот этому ID-шнику, этому пользователю с такими UTM-метками мы показали такой e-mail, и потом, если он нам напишет, из e-mail будет создан заказ и e-mail tracking сможет передать в этот заказ ClientID и UTM-метки, то есть это примерно как здесь работает call tracking, опять та же самая схема, сайт, потом e-mail tracking, CRM, и здесь передались UTM и ClientID, и здесь передались UTM и ClientID. Это e-mail tracking, чтобы у нас не было DirectNAN или вручную менеджер не писал в сделку заказ через интернет или там заказ по e-mail, e-mail это же не маркетинговый канал, это технический канал, через который пришла информация, когда к вам на телефон, например, приходит звонок, вы же не пишете, что источник заказа это телефонный звонок, наверное, пользователь зашел на сайт с какой-то рекламы, ему был показан номер колл-трекинга, и потом он позвонил, нам не очень интересно знать, что он нам позвонил, и этот заказ пришел через телефон, нам интересно знать, откуда он пришел на сайт. И вот e-mail tracking позволяет не терять передачу аналитической информации при проходе заказа через e-mail. Дальше динамический колл-трекинг. То же самое, часто ошибка, ставим статический номер, чтобы немножко сэкономить на количество номеров подменных, но при этом мы кроме факта звонка ничего о пользователе знать не будем, просто мы договариваемся, что показываем, допустим, людям, которые пришли с Яндекс.Ипси, показываем всем один и тот же номер, и потом, когда нам на этот номер звонят, мы передаем сделку в CRM, опять возвращаемся к нашей схеме, и в эту сделку записываем Яндекс.Ипси. Все. А кто из пользователей, какого у него Client.ID, мы про это никогда не узнаем, потому что у нас всем пользователям был показан один и тот же статический номер, и мы между собой пользователей не различаем. Но если у нас динамический колл-трекинг, то мы можем показать одному пользователю один номер, другому другой, и потом, когда он нам позвонит, мы будем знать, что это именно он. Такой еще немножко высший пилотаж последний. Это оффлайн-конверсии, как их можно отслеживать. Ну, понятно, что если пользователь к нам пришел ногами в салон, не знаю, в офис продаж, то Client.ID у него нету, и меток нету, это физический человек. Что делать? Можно потанцевать с бубном и заставить его, заставить этого пользователя каким-то образом зайти все-таки к нам на сайт. Что мы можем сделать? Мы можем отправить ему в мессенджере, в письме, куда-то на его устройство, которое хотим отследить, так называемую трекинговую ссылку, в эту ссылку зашить его ID сделки, потому что он уже пришел в салон, уже вбили там его фио, чем он интересуется, не знаю, там товары, которые он хочет купить, модель машины, квартиры, цветы. И потом, зная этот номер сделки, этот ID, мы можем отправить ему ссылку, где будет этот ID зашит, а потом, когда он кликнет по этой ссылке, примерно похоже на то, как UTM-метки работают, когда он кликнет по этой ссылке, в ней уже будет зашит ID сделки, а когда он попадет с этой ссылкой к нам на сайт, мы сможем посмотреть его куки, ID пользователя, в том числе, UTM-метки, и так как мы видим URL его перехода, мы знаем ID сделки, и можем в эту сделку передать куки и client-ID, но это технически сложно. Ну вот, в крайнем случае можно сделать так. И, наконец, самое главное, наверное, одно из главных, никакие наши надстройки, связки систем, технические ухищения, наверное, не сработают или будут работать плохо, если с данными у нас не все в порядке, низкая культура, и мы вообще не очень понимаем, что происходит. Вот реальный кейс, работали с организатором массовых мероприятий, и они регулярно жаловались, вернее, не регулярно, как-то рассказали, что количество сделок не сходится. Почему? Оказывается, подрядчик по СРМ зашел ночью и тихо удалил, никому ничего не сказав, там, процентов 30 сделок, потому что он понял, что эти сделки это дубли. Соответственно, в аналитике одни данные, в сделок больше, в СРМ другие, о конверсии из там, леда, целевого леда и в заказ вообще судить сложно. То есть, это какое-то нарушение базовой культуры или другой кейс, объем продаж писался не в объем продаж, а в скрытое поле, чтобы люди, которые имеют доступ к СРМ, его не видели. И более того, этот объем продаж менялся после того, как сделка признана успешной. Конечно, вот вы в аналитику передадите, что сделка успешна, а объем продаж там ну, ноль. Конечно, у вас в аналитике будет немножко не то, вы не сможете с этими данными работать. То есть, в целом, нужно очень серьезно относиться к данными, избегать удаления, дублей, движения назад по воронке, изменения объема продаж, какого-то ручного ввода данных, надо стараться все автоматизировать и исключить возможность ошибки, чтобы менеджер не мог руками вбить источник заказа с сайта, чтобы там автоматически метка передалась, все, нет возможности как-то по-другому это понять. И в целом, надо стараться избегать ввода всех тех данных, которые не соответствуют действительности, или того, чтобы класть их не туда, где они должны лежать. Ну, вот так вот, если какой-то попытаться главный принцип озвучить. И так, коллеги, мы еще успеваем кейс Байкал-сервиса рассмотреть? Буквально там 2 минутки, 5. Надеюсь, успеваем. Смотрите, вот как это сработало. Супер, спасибо, Константин. Как это сработало для Байкал-сервис, значит, это большая компания, как я говорил, порядка 10 тысяч сотрудников, федеральная транспортная. Значит, какая у них была проблема? Как я и говорил, они сравнивали все внутри одного отчетного периода, и расходы, и доходы, и отчетность показывала очень низкие рои маркетинга, потому что первичные покупки пользователей были с канала платный трафик, но потом пользователи становились постоянными клиентами, заказывали еще раз и еще раз, и их каналом был прямой трафик или органика. И, соответственно, доход, который на самом деле был обусловлен рекламой, по крайней мере, отчасти, записывался на другой источник канал. Кроме того, мы соотносили доходы и расходы внутри одного периода и не считали те доходы, которые эти же расходы нам принесут дальше в течение какого-то времени. В результате мы видели нереалистичный ROI для нашей рекламы. Значит, что было сделано? Во-первых, стали передавать Client ID, атрибуции расходов по каждому отдельному пользователю позволил нам получить расход на каждую сессию, весь его пользовательский путь. Механика когортного анализа позволила нам оценивать не внутри месяца расходы и доходы, а расход мы берем из месяца, из одного, и потом именно на этих пользователей смотрим, сколько они нам принесли дохода в течение нескольких месяцев. Ну, там, понятно, попутно автоматизировать отчетность, получить продвинутые метрики высокоуровневые типа Customer Lifetime Value, CAC, ROAS, DRR, для каждой когорты детализировать до типов устройств, но, наверное, один из главных эффектов, вот об этом рассказывает как раз Александр Фролов, директор по цифровому развитию в Байкал-сервисе, он рассказывает, что благодаря тому, что мы внедрили глубокую аналитику, была доказана эффективность инвестиций в маркетинг и рекламный бюджет был увеличен более чем в 10 раз, что, конечно, не применило сказаться на продажах. Коллеги, у меня все, вопросы, замечания, предложения, надеюсь, теперь вам стало понятнее немножко, что такое сквозная аналитика и как она в принципе работает. Огромное спасибо за доклад и от меня лично огромное спасибо за объяснение важности когортного анализа. Это моя боль, когда берут расходы на маркетинг за один месяц, делят на доход, полученный в этом месяце и называют это сквозной аналитикой. У меня такой немножко практический вопрос, который, возможно, про меня мало кого волнует, меня он интересует. Могу ли я в Smart Data Hub использовать сразу несколько вариантов мэтчинга. Допустим, есть Client ID, про который мы говорили. Это, наверное, база. Он нужен там, где получается связать через Client ID. Это надо стараться делать. Но огромное количество кейсов, когда Client ID по разным причинам его просто не будет. Не знаю, пользователь пользуется, например, каким-нибудь браузером с iPhone или установил какой-то, ну, или другим каким-то браузером, которые все это будут вырезать, скрывать и не сохранять и ничего там в кухе записать нельзя будет. Или про тех клиентов, которые там приходят с органики, потому что, ну, на мой взгляд, органика и Direct Known это примерно одно и то же, потому что люди, которые вдруг пришли к тебе с органики Яндекса или Гугла, маловероятно, что они там взялись просто так, скорее всего, они до этого увидели твою рекламу. Ну, по крайней мере, большой процент таких есть. Так вот, хорошо, Client ID есть, есть контакты, собственно, номер телефона, почта клиента, и мы можем пытаться каких-то моментов по этой штуке связать, и есть, например, промо-коды, по которым мы можем привязать с конкретным рекламным компаниям, например, у блогеров. Могу ли я все это использовать одновременно, чтобы сократить количество виртуальных пользователей и приблизить это количество реальных людей, клиентов, которые на самом деле были, чтобы у меня было, не знаю, не 150 тысяч пользователей сайта, а это все превратилось на самом деле в 75 тысяч реальных людей и клиентов. Да, кстати, спасибо за вопрос. Часто достаточно задача. Ну, скажем так, у нас в тесте это есть и в перспективе развития. Сейчас это, к сожалению, не работает, потому что надо понимать, что там возникает такое количество взаимосвязей и логик, которые должны при этом хорошо отрабатывать, что вот просто так вот взять и включить не получится. То есть вот именно matching работает в первую очередь по client ID. Все остальное как работает примерно так же, как я показывал в начале, если у вас вдруг, в двух, грубо говоря, больших таблицах есть одинаковые куски, то они совпадут. В принципе, можно под заказ что-то доработать, чтобы эти куски считались одинаковыми. То есть у вас, допустим, есть, если есть в например, в мне даже сложно примеры из практики привести. грубо говоря, вот представьте себе, что вы выгрузили данные одни и данные другие в большие Excel-таблицы, и вот если у вас там есть одинаковый кусочек, то и в аналитике он может быть одинаковым, но это не совсем как бы мэтчинг. Данные из других систем, где этого нет, они не подтянутся и не подклеются, но в планах про те случаи, когда, например, у меня есть две цепочки сайта, которые промэтчены с помощью ClientID, но у них разные ClientID, но при этом в какой-то момент у них появляется один и тот же номер телефона. Пока нету, но мы хотим так сделать. По крайней мере одновременно использование и UTM-разметки и промокодов от блогеров такое есть? Ну, есть, конечно, опять-таки, если у вас это есть где-то в данных, то вы сможете одно подробить. Ну, например, пользователь приходит с UTM-метками, но при этом в заказе оставляет промокод, который он получил у блогера. Блогер в цепочку попадет или раз нет UTM-метки, этого не будет? Ну, смотрите, что у нас получается. Если есть ClientID есть у этого заказа? Он же через сайт прошел, по идее, или нет? Да, да. Тогда все то, что есть в SRM подклеится ко всему тому, что есть в счетчике, и вы в цепочке для цепочки сможете получить разбивку по промокодам или для промокода по цепочкам. То есть, будут и те данные, и другие. А вставить промокод вот в эту цепочку или заменить цепочку? Ну, то есть, у меня клиент пришел, например, с органики того же там Яндекса, но он в заказе указал промокод, который он получил у блогера. Этот заказ атрибуцируется на органику Яндекса или на блогера? Ну, это будут два разных параметра по источнику канала и создадите правила у себя в CRM, что если такой это промокод, то запиши-ка в эту сделку UTM Source реферал UTM Medium блогер Василий Иванов. Я на своей стороне должен промокод превратить в UTM-метки. Да, потому что то, что реально объединяет данные разных систем, то, что у них одинаковые А как, кстати, тогда будет работать атрибуция? У меня, допустим, в сделке есть Client ID, и поэтому Client ID в Web Аналитике есть вся история посещений сайта. Но в UTM-метках у меня, например, блогер. И в посещениях сайта этих UTM-меток вообще нет. То как вообще будет атрибуция это работать? Во-первых, если был Client ID, то мы можем менять модель атрибуции в Smart, можно посмотреть по первому клику, там по последнему, последнему непрямому, можно выстроить вот эту... У UTM-метки в кликах их нет, они есть в сделке самой, и они не совпадают с теми UTM-метками, которые есть в истории посещения. У вас исторически будет запись сначала сеанса на одни UTM-метки, а создание сделки на другие. По умолчанию приоритет получит UTM-метки в сделке, которые были последние, но можно это разложить... То есть это будет работать как last-click? Да. Ну, можно разложить в виде цепочки, в виде всю последовательность, а можно посмотреть по первому клику, тогда будет то, что было в истории посещения самым первым. Можно там... То есть те UTM-метки, которые записаны в сделке, они считаются это те, которые были самые последние, даже если в веб-аналитике перехода с такими метками нет. То есть создается как бы виртуальное посещение сайта с этими метками, или как? Ну, не посещение сайта, а у нас записана сделка на эти метки. Если мы хотим посмотреть все сделки по источнику каналу, то это значение получит приоритет в модели последних клик, которые используются по умолчанию. Но при желании мы можем это развернуть и посмотреть по первому клику, тогда приоритет будет у данных щелчек. Понял. Спасибо большое за ответ на такой каверзный вопрос. Надеюсь, у нас не все слушатели уснули, но я, к сожалению, в чате вопросов больше не вижу. Если вопросов больше нет, то, Кирилл, огромное спасибо за очень подробное и наглядное объяснение того, что вообще себя представляет сквозной аналитикой и как с ней правильно работать, что на практике все достаточно сложно. Идея вроде бы понятная, простая, и все хотят эту самую сквозную аналитику, но на практике, чтобы сделать все правильно, нужно учесть огромное количество технических моментов. На этой, может быть, не самой веселой, но продуктивной ноте я предлагаю нам сегодня заканчивать. Огромное спасибо всем тем, кто слушал нас до самого конца. Не забудьте про промокод от Елама на дополнительные 5000 рублей на ваш рекламный бюджет. Пользуйтесь всеми инструментами бесплатно благодаря тому, что вы являетесь клиентами Елама. Не только аналитическими сервисами, про которые мы сегодня говорили, но и про все остальные, про которые говорили на предыдущих днях марафона. И те, про которые на этом марафоне у нас еще даже не упоминались. Следите за обновлениями и делами. Всем удачного, удачных рекламных кампаний и высокой эффективности и низких ставок высоких ролей. Всего доброго. Всем пока.